Девушки отдыхают Должен ли сын выполнять условия отцовского завещания, если этот любовник, его младший брат, который давно и счастлива жена, разберется суд? И исходя из этой ситуации, от этих отношений, я и принял решение уехать в набережные Челны. Свекровь готова убить ненавистную невестку, возомнившую себя москвичкой. Хотя зачем убивать? Ведь есть же масса других способов отравить жизнь наивной провинциалки, посмевшей отнять у матери сына. Девушки отдыхают Мужчина-многоженец умер, оставил после себя наследство и много проблем. Его первая жена готова жить хоть в тундре, лишь бы молодой бурятке ничего не досталось. Какой брак признают законным? Истец Наталья Авдеева подает иск об исполнении завещательного отказа. Интересы истца в суде представляет Александр Колотильщиков. Ответчик Юлий Колотильщиков не согласен с иском. Слушается дело по иску об исполнении завещательного отказа. Истец Авдеева Наталья Константиновна. Ее интересы в судебном заседании по доверенности представляет Колотильщиков Александр Сергеевич. Пожалуйста, доверенность передайте через судебного пристава. Да, пожалуйста. Спасибо. Ответчик Колотильщиков Юлий Сергеевич. Пожалуйста, представитель истца, я вас слушаю. Да, здравствуйте еще раз. Я действительно представляю интересы моей сводной сестры Натальи Авдеевой. Ситуация вот какая. Полтора года назад, к сожалению, так произошло, что умер наш отец. Он успел оставить завещание. И по завещанию он оставил брату большой дом, мне оставил квартиру. Также в завещании оговорен завещательный отказ. В пользу нашей сводной сестры Наташи, по которому говорится, что она имеет право... А умерший является отцом Натальи Константиновны? Он не является отцом, но 13 лет назад он познакомился с ее матерью. И мы, ну, собственно говоря, ну, он стал с ней жить и стал жить с ее дочерью. То есть она патчерица его, получается? Да, да. И ваша сводная сестра? Кровного родства нет? Кровного родства нет. Но, тем не менее, он оставил в завещании, он указал, что она имеет право вселиться в большой дом, быть прописанной там и проживать. До того момента, пока... То есть он ей оставил право проживания? Право проживания до того момента, пока она не выйдет замуж. Но она не замужем. Собственно говоря, у меня с собой ее паспорт, в котором нет, собственно говоря, свидетельства о браке. Есть, естественно, указана ее прописка. Она имеет право вселиться в этот дом. И она обратилась с этой просьбой к брату. Он ей отказал. Хотя я не понимаю, почему он сделал уже ремонт, собственно говоря, оформил право на наследство. Я тебе объяснял причину. Ну, слушай, ты оформил право на наследство. Ты въехал, сделал ремонт, въехал с семьей. Дом большой. У меня, кстати, есть фотография. Действительно, дом очень просторный, вместительный. Там поместятся все. Отец предполагал, ну, он обустроил отдельный санузел, отдельную кухню. То есть при желании даже особенно Наташа и Юлик, они... То есть в этом доме предусмотрено изолированное помещение? Изолированное помещение. То есть они даже друг другу не будут мешать. Но, тем не менее, Юлий против. И Наташа обратилась ко мне для того, чтобы я защитил ее интересы. Пожалуйста, передайте документы. Да. Копия завещания имеется? Завещание, да. Все, все. Дом. Пожалуйста, отвечу, ваше отношение к иску. Ваша честь, с иском я полностью не согласен. Согласно завещанию отца, я должен предоставить право проживать сестре в доме до ее вступления в брак. Но я считаю, что на данный момент сестра фактически состоит в браке с братом. Ой, начинается. Что значит вы считаете, что она состоит в фактическом браке? На протяжении полугода... Они проживают вместе, ведут свой общий быт. То есть они... То есть они проживают совместно? Да, они проживают совместно. У них отношения романтические. О чем ты говоришь? Какие романтические отношения? Вы знаете, когда отец женился второй раз, наша сестра была еще совсем маленькая. Но когда она повзрослела, ей было примерно 12 лет, а Саше на тот момент было 20, он уже начал оказывать ей знаки внимания. Юлик, ты извращенец. По 20-летнему ребенку? Да, то есть он уже на тот момент, он к ней подсаживался, приобнимал, не просто как к сестре, а он оказывал... Юлик, ты у врача был, вот мы просто с ней играли всегда, в отличие от тебя. Ты сидел... Я тебе сколько раз делал замечание, что не стоит так делать. И, естественно, что наши общие друзья приходили к ним в гости, они видели, как они друг друг с другом, то есть они не просто там как брат и сестра разговаривали, они обнимались, целовались. Они выезжали вместе. Я сестру обнимал, как сестру, я ни разу ее не поцеловал, я ни разу не поцеловал ее как женщину, максимум в щеку. И месяц назад к нему вернулась жена, она жила... К брату вернулась жена. Так. Жена проживала у матери, у них были какие-то проблемы в отношениях на тот момент. Не проблема, моя жена уезжала к матери. И теперь ему, естественно, что он не может жене объяснить, откуда... Слушайте, ну вы прям все знаете про жизнь истца. Вот он стоит и говорит, нет, жена уезжала к маме, мы не ссорились. Можно я дополню этот момент? Подождите, нет, подождите. Нет, ну хорошо, пускай жена уезжала к матери. Уезжала, жена вернулась. Вот, жена вернулась. А у него беременная сестра. Он не знает, как объяснить... Моя жена беременная, жена моя беременная. Ну, а сестра не беременная? А сестра беременная? Сестра беременная, но не от меня, как ты говоришь. Я не знаю, честно говоря, от кого она беременна. Я хочу сказать, что согласно договору, я должен... Согласно завещанию. Завещанию. Да, я должен прописать сестру... Буду добры. Зарегистрировать в доме, но только ее. И я не должен прописывать ни ее ребенка, ни его ребенка. А что, есть ребенок? Да, у меня есть фотография, то есть. Ребенка? Фотографию тебе есть? Узи что ли? Вот смотрите, на этой фотографии они вместе с сестрой, она беременна, то есть вот есть более крупный план. Как вы видите, мы дружески обнимаемся. Отвечек, вы вот сейчас мне зачем это показываете? То есть сестра беременна. Согласно завещанию, я должен прописать в доме именно сестру. Вы пропишите. Но сейчас, через несколько месяцев, появится ребенок, которого должен буду прописать в доме я тоже. Нет, не так. Если появится ребенок, а ваша сестра уже будет прописана, как вы говорите, зарегистрирована в доме, она без вашего согласия зарегистрирует своего ребенка. Вот именно, что она без моего согласия зарегистрирует ребенка. И что? В следующий раз она пойдет, ну от Саши у нее будет еще один ребенок. Все время все дети должны родиться у нее от представителей. Нет, ну хорошо, от других. Я должен буду всех их принимать у себя в доме, а кто их будет воспитывать? Почему ты юлишь все время? Это по завещанию должен прописать. В завещании указано конкретное действие, которое вы, как наследник, должны совершить в отношении конкретного лица. Но истец Александр вместе с Наташей, они уже жили вместе, они велись быть сестра ко мне приезжала. То есть вы не признаете иск в связи с тем, что опасаетесь, что будут рождаться дети у вашей сводной сестры, все они будут проживать в вашем доме, вас это не устраивает? Нет, я не признаю иск, потому что считаю, что фактически сестра состоит в браке с Александром. В каком браке? Вот посмотри, они живут вместе. Пожалуйста, представители лица, вы состоите в каком-то браке? Я состою в браке с моей женой Анной, которая приезжает ко мне от матери и которой скоро рожать. Моя сестра является мне только сестрой. Мы с ней ни в каких романтических отношениях не состоим. Конечно, приезжала ко мне в гости. Мы с ней полгода вместе жили. Она беременная сейчас. От кого она беременна? Я не знаю, от кого я, в отличие от тебя, не пытаюсь. Свидетель заявлен. Так, свидетель заявлен с вашей стороны. Да, свидетель с моей стороны, да, у меня есть доказательства. Ну хорошо, давайте, свидетеля со стороны ответчика пригласите, пожалуйста. Свидетель ответчика, войдись. Ого. Галя. Ну я представляю, что сейчас начнется. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Алиева Галина Андреевна. Кем вы приходите сессу и ответчику? Я их давняя знакомая. Я очень хорошо знаю их семьи, и Наташу сестру. И Юлика особенно хорошо ты знаешь. С Юлией мы вообще в одном классе учились, собственно, да. Я пришла рассказать, что об одном интересном факте. Я работаю в нашей местной медсанчасти. Я регистрирую договоры, веду бухгалтерию различную. И, собственно, недавно, может быть, пару недель назад, я, как обычно, перебирала договоры, занималась своей работой. И мне попался договор, который был оплачен Александром, братом. На мою жену, да? Нет, в том-то и дело, что есть договор на его жену, а это был новый договор. Я, конечно, ну, знаете, слухи всякие ходят, у нас городок небольшой. А ты поддерживаешь их, да? И я заглянула одним глазком, просто, ну, так, чтобы убедиться, что... Что же одним глазком-то? Надо было изучить досконально. Ну, собственно, да. Потом я, конечно, это уже изучила. Но что самое интересное, эти услуги были оплачены Александром не на его жену. Это был договор о ведении беременности. Там был третий триместр. И договор на Наташу, на его сестру. И что, там написано, что он отец ребенка? Нет, не написано, но это было им оплачено. Я оплатил, конечно, ее беременность, потому что больше некому. Ваша честь, да он никогда ни за кого не платил. Он за копейку удавится. А ты за то платил. Да, я всегда поддерживал тебя. А почему я плачу за сестру тогда? Да потому что это твой ребенок. Ну что ты придумываешь все время? Да он бы не стал никогда платить ни за кого. Просто мой брат не хочет обеременять жилье еще одним человеком, поэтому городит вот такую историю из-за других лиц. Да я не против сестру прописать. Пропиши. Возьми ответственность, наконец-таки, хоть раз за себя. Я пока беру. Крестец, то есть вы признаете, что вы оплатили договор ведения беременности сестры? Ну мне нужно было просто как-то оплатить ее беременность, потому что она сама не могла этого сделать. Да он, я говорю, что... Он старший брат. Я готов тоже всегда помочь, но это его ребенок. Я вижу, как вы готовы помочь. Что-то удаляется для вынесения решения. Прошу всех ждать. Далее в программе. И исходя из этой ситуации, от этих отношений, я и принял решение уехать в набережные Челны. Мать привыкла ни в чем себе не отказывать. Шикарная квартира в центре приносила неплохой доход. Вот только квартиру пришлось отдать законному владельцу. На подлое предательство сына подбила невестка. Как такое простить? Все, молчи. Я тебя сделаю на тебя. Вы хотите сказать... Я высказаю. Давайте тебе не будем делать. Что вы здесь устраиваете? Пусть она уезжает. Зачем? Вы ее прогоняете таким способом, да? Мужчина нашел себе любовницу на крайнем севере. Тундра, олени, цивилизация так далеко. Почему бы любовницу не превратить в законную жену, подумал он. Это решение разрушило жизнь обоим. Оглашается решение суда. Суд принял решение. Иск удовлетворить. Обязать ответчика исполнить возложенный на него завещательный отказ. Предоставить истицы право пользования жилым домом. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, так как на ответчика, как на наследника, по завещанию его умершим отцом возложена обязанность предоставить истцу право пользования жилым домом, который завещан ему отцом. Ответчик принял завещанное ему отцом наследственное имущество жилой дом, поэтому обязан исполнить возложенный на него завещательный отказ. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства. Об этом говорит статья 1137, часть 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Истица своевременно, до истечения трех лет, реализует свое право на предоставление ей право пользования жилым домом. И о наличии конфликтных отношений, и каких-то иных обстоятельств, о которых сегодня в судебном заседании говорил ответчик и, соответственно, свидетель, не имеет никакого правового значения. В завещательном отказе, в самом завещании указано, что наследник обязан предоставить истцу право проживать в этом доме. Ответчик обязан зарегистрировать истца в этом доме до вступления ею в брак. Иных ограничений не указано. Поэтому никакого значения не имеет, с кем состоит в фактических брачных отношениях, как вы говорите, ответчик истец. Будет у нее ребенок, не будет у нее ребенка, это все не имеет никакого значения. Вы обязаны исполнить волю отца, указанную в завещании. Понятно решение суда? Благодарю, Ваша честь. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я рад, что сегодня главное слово за справедливостью. И что моя сестра, несмотря на все злопыхания моего брата, не останется на улице. Потому что я никогда не мог взять ответственность на себя. Всегда приходилось отвечать мне. Вот и теперь. Он ребенка заделал, а воспитывать мне приходится. Истец Юлия Чернявская обратилась с иском о взыскании алиментов со своего сына. Ответчик Константин Чернявский уверен, что мать в состоянии содержать себя сама. Пожалуйста, истец, я Вас слушаю. Ваша честь, я обращаюсь в суд с иском к моему сыну о взыскании с него алиментов в сумме 25 тысяч ежемесячно. Почему такая сумма? Моя пенсия чуть выше прожиточного минимума в Москве. И поэтому я вынуждена обратиться в суд. Какая сумма пенсии? Сумма пенсии 20 тысяч 471 рубль. Скажите, где вы проживаете? Я проживаю в Москве в двухкомнатной квартире. Квартира находится у вас в собственности? Да. А вам известно, какой доход имеет ответчик? Да, конечно. Ну, скажите об этом. 34 тысячи. 34 тысячи рублей? Да. То есть вы просите взыскать с него 25 тысяч рублей ежемесячно. И сколько тогда у него останется? Ну, я не буду считать, сколько у него останется. А я вас спрашиваю. Сколько останется? Вы, наверное, уже все посчитали. 9 тысяч у него останется. У него останется 9 тысяч рублей. Скажите, а он где проживает? Он проживает сейчас в набережных Челнах. Потому что квартиру трехкомнатную в центре Москвы он продал. Получил за это очень приличные деньги. В набережных Челнах я не знаю, что они приобрели с моей невесткой и с детьми. Или они проживают в квартире у ее родителей. То есть вам неизвестно, где проживает ваш сын? Мне неизвестно, какую площадь они сейчас занимают. Или они на съемном жилье. Но трехкомнатная квартира в Москве была продана за очень приличные деньги. Но это его квартира была? Да, это была его квартира. Когда мы с сыном были одни после смерти мужа, мы так договорились. Это было его решение. Что я буду пока пользоваться этой трехкомнатной квартирой. Я ее сдавала. И на эти деньги я, собственно говоря, жила. Потому что я практически вела домашнее хозяйство. Я педагог по музыке. И брала учеников только для собственного удовольствия. А в основном вела домашнее хозяйство. Поэтому пенсия у меня невелика. И сейчас меня содержать, кроме сына, практически некому. Поэтому я обратилась в суд. Практически некому или некому? Ну, кроме сына, конечно, некому. Кроме сына некому. Сын вам не помогает? Нет. Более того, он не то, что мне не помогает. Они изолировались от меня. Они не отвечают на мои телефонные звонки. Они не зовут меня, чтобы я приехала, посмотрела, как они устроились. Да и будучи здесь, в Москве, все сложилось очень неудачно. У нас с сыном были замечательные отношения. Мы вместе ходили в концерты, обсуждали книги. И он воспитанный, хороший сын. И его решение было предоставить мне трехкомнатную квартиру после смерти мужа. Конечно, было вынужденным решением, поскольку он понимал, что я не смогу прожить. А сам он где проживал? А сам он проживал со своей семьей в съемной квартире. Потому что у него была достойная работа, очень высокооплачиваемая и перспективная. И они снимали двухкомнатную квартиру своей семьей. А все деньги от аренды трехкомнатной квартиры забирали вы, получается? Да, я оставляла себе, я на них и жила. А потом сын принял решение продать эту квартиру. И в подаче невестки, которая все время настраивалась сына... А сколько детей у ответчика? Двое. Двое детей? Несовершеннолетних, как я понимаю. Да, у них двойняшки. И все-таки давайте вернемся к алиментам. Вы просите взыскать сына денежную сумму в качестве алимента в размере 25 тысяч рублей ежемесячно. Вот вы сами посчитали и говорите, что у него останется 9 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, а как он-то на эти деньги будет жить? Так у них осталась огромная сумма после продажи квартиры. Какая огромная сумма? Вам известно, за какую сумму продана квартира? Да, конечно, за 25 миллионов. И поэтому вы считаете, что нужно взыскать алименты в размере 25 тысяч рублей, так как он обеспечен? Он обеспечен. А то, что у него сейчас такая зарплата, конечно, зарплата мизерная, но это было умышленно, сделано невесткой, чтобы не помогал мне сын. Она все вела к тому, чтобы изолировать наше общение с сыном. Она всегда его настраивала против меня. Передайте, пожалуйста, документы. Так, пожалуйста, свидетельство о рождении, о том, что у меня единственный сын и мои доходы на сегодняшний день. Спасибо. Ответчик, ваше отношение к иску? Мое отношение к иску, конечно же, отрицательное. Потому что я считаю, что та ситуация, которая сложилась на данный момент между мной и моей матерью, эта ситуация полностью ее вина. Я с удовольствием поясню, в чем... Пожалуйста, поясните. Я не согласен с иском, во-первых, потому что на тот момент, когда я еще даже не был женат, моя мама сдавала эту квартиру и получала очень приличный доход. Если вам будет известно, то это порядка 70 тысяч за трехкомнатную квартиру в Москве, плюс коммунальные услуги. Складывая ее пенсию, вы получаете очень хорошую сумму, порядка 100 тысяч рублей на одного в Москве, при этом живя в двухкомнатной квартире в Сталинке. В этот момент я, когда уже вышел, поженился, и я жил со своей женой, а затем еще с двумя детьми в съемной квартире. А почему вы не жили в своей квартире? Потому что я считал, что я помимо своей семьи также должен поддерживать и маму. И тогда, когда мы принимали это решение, мама как бы согласилась на это, я решил, что пока не время. То есть у меня работа есть. Я, честно говоря, немножко рассчитывал, что мама будет помогать нам. Помогать с детьми? Помогать с детьми. Или материально? Помогать с детьми и материально. Но ситуация пошла немножко по другому сценарию. Почему вы уехали в набережный Челны из Москвы, если у вас была хорошая работа? Дело в том, что мама вместо того, чтобы помогать моей жене, она просто ее третировала. Я знаю о случаях, я даже стал свидетелем одного из случаев, о которых я вам расскажу. Мама приходила к нам домой, она не приглашала нас к себе, а приходила к нам в гости. Естественно, заставала следующую картину. Моя жена, у нее двое детей, они очень шустрые ребята, она вся, естественно, в мыле, как это говорят. Не хватало времени, чтобы нормальную еду приготовить, поголодеть мне рубашки. И мама, естественно, видя это, вместо того, чтобы сказать, давай я тебе помогу, давай я что-то сама, может, сделаю, может быть, полы помою, может быть, за продуктами схожу. Мама приходила и начинала учить, начинала учить, что это, значит, не так, это не так, это не так, Костя привык к другому. И вообще, почему вы меня не кормите, почему я прихожу, а вы мне стол даже не накрываете, представляете? Я немного вернулся с работы пораньше, и я увидел, что моя жена сидит прям зеленая, она прям зеленая, ей плохо физически от того, что мама устраивает ей этот скандал. Просто ей плохо физически. И исходя из этой ситуации, от этих отношений, я и принял решение уехать в набережные Челны. Ваша честь, решение было навязано невесткой, у нее были свои корыжные Челны. Блин, ну истец, мы же ответчика слушаем. Почему туда? Почему так далеко? Потому что там живут родственники моей жены. А, там живут родственники вашей жены. И там мы нашли... Вы потеряли хорошую работу, престижную. У вас действительно доход составляет 34 тысячи рублей? На данный момент да. Или сколько там? 34 тысячи рублей. 34 тысячи рублей. Есть ли у вас подтверждающие документы? Да, у меня очень много подтверждающих документов о доходах, о чеках, о состоянии здоровья моих детей. А что с вашими детьми? Дети не здоровы? Это еще один очень болезненный вопрос. Да, вследствие того, что мама постоянно приходила к нам в гости, даже когда мы ее не приглашали, у моей жены исчезло грудное молоко. И мы были вынуждены перейти на сухие смеси. И, к сожалению, при этом переходе у наших детей началась аллергия, и у Саши даже появилась астма на этой почве. И, собственно говоря, здесь есть документы, которые подтверждают... То есть ваши дети еще нуждаются в дополнительном медицинском обслуживании, да? Да, собственно говоря, они его и получают, и это тоже статья расходов, которая... Так, ну хорошо, вы продали квартиру. Вы что-то в набережных Челнах купили, приобрели какое-то жилье? Да, мы приобрели квартиру, двухкомнатную квартиру рядом с квартирой родственников моей жены. Собственно говоря, там мы живем. Денежные средства какие-то остались от продажи московской квартиры? Да, они остались, они лежат в банке. Я рассчитываю, что это средства, которые пойдут дальше для моих детей. Потому что я считаю, что родители должны помогать своим детям. Понятно, поняла вас ответчик. Передайте, пожалуйста, документы. Пожалуйста. Спасибо. То есть вы возражаете против иска и считаете, что ваша мама обеспечена необходимыми денежными средствами. Так? Да, я еще знаю об одной детали, которую она почему-то не упомянула. А какой детали? У нее есть еще один источник дохода. Какой? После нашего отъезда она стала сдавать одну из комнат в своей двухкомнатной квартире. Стала ее сдавать и получает доход около 17 тысяч рублей. Откуда вам это известно? Зачем ты говоришь глупости? Зачем ты меня позоришь перед судом? Откуда вам об этом известно? Я ни с кого не брала. Мне это известно от того, что эти люди являются моими знакомыми. Вы говорите, что ваша мама сдает квартиру и получает за это доход. Доказательства представьте. Нет доказательств. В данный момент у меня нет. Но я знаю, я общаюсь с этими людьми. Пожалуйста, свидетели со стороны ответчиков пригласите. Этих людей настроил против тебя твоя жена. Они даже не знакомы, мама. Ты многого, Костя, не знаешь. Я знаю более, чем достаточно, чтобы жить в набережных Челнах подальше. Представьтесь, пожалуйста. Я Чернявская Анастасия Владимировна, соответственно, супруга Константина. Что вы можете пояснить суду? Ну, конечно же, Юля Николаевна будет говорить, что во всем виновата я. Она так и говорит. Да, вы знаете, с первой секунды она не взлюбила меня. Вы даже представляете, на свадьбу одела черное похоронное платье. Это смешно. Лучше бы вот в этом даже зеленом бы пришла. Потом появились мальчики, соответственно, два близняшки, бешеные, сумасшедшие. Все равно замечательно. И настолько жили с копейки на копейку, перебивались, что продукты, вот просто порционы надо было готовить на завтрак, обед, ужин на завтра. И с детьми никто вам не помогал? Никто совершенно не помогал. Юлия Николаевна, наоборот, набиралась наглость, потому что я несколько раз предлагала свои услуги, но Настя целенаправленно изолировала меня от сына. Юлия Николаевна, вы к нам приходили с пустыми руками, даже ни с копеечкой, ни с пакетиком, ни с подарочком, ничего. Приходили ко мне, я вся в мыле с детьми в этих уборках, в этой готовке. А вы нагло садились за стол и требовали, чтобы я вам еще поляну накрывала. Что это такое вообще? А какой поляне не трешите? Я плакала потом в начале, но вы не кричите, пожалуйста. Извините, просто это уже так наконилось. Вы же все-таки в суде находитесь, да? Вот скажите, пожалуйста, ваше материальное положение, где вы живете, какой у вас доход? Семейный доход. Вы работаете? Я не работаю, я сейчас с детьми, соответственно. Вы сидите с детьми. Да, им чуть больше годика. Чуть больше года, маленький еще совсем. Какой доход у вашего мужа? У супруга 34 тысячи. То есть 34 тысячи больше вы ничего не получаете? Нет. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Все, молчи, я тебя сделаю на тебя. То есть вы хотите сказать... Все, я высказка и не буду. Давайте тебе это сделаем. Что вы здесь устраиваете? Пусть она уезжает. Вы ее прогоняете таким способом, да? Мужчина-многоженец умер, оставил после себя наследство и много проблем. Его первая жена готова жить хоть в тундре, лишь бы молодой бурятке ничего не досталось. Какой брак признают законным? Суд принял решение иск о взыскании алиментов совершеннолетнего сына на содержание матери оставить без удовлетворения. Суд отказывает истцу выиски в связи с тем, что в судебном заседании установлено, что истица не является нуждающейся, так как размер ее пенсии с городскими доплатами, выплачиваемым пенсионерам, проживающим в Москве, составляет более 20 тысяч рублей, что выше прожиточного минимума на душу населения в городе Москва. Прожиточный минимум установлен 16 397 рублей. Постановление правительства Москвы номер 176 от 13 марта 2018 года. В соответствии со статьей 87 часть 1 Семейного кодекса Российской Федерации, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. Но в данном случае мать является нетрудоспособной, она достигла пенсионного возраста и получает пенсию по старости. Однако при вынесении решения судом учтено также и материальное положение ответчика. И установлено, что он женат, имеет жену, которая не работает, имеет двоих малолетних детей, которые нуждаются в дополнительном медицинском обслуживании. Доход семьи, собственно, это доход ответчика и составляет 34 тысячи рублей. Поэтому алименты в размере, тем более в размере 25 тысяч рублей, никак не могут быть взысканы. И на этом основании суд считает, что истец не нуждается в помощи сына, и в иске отказано. Понятное решение суда? Понятное решение суда. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Вот так вырастешь сына, и на старости лет останешься одинокой, брошенной. А приехавшая Хабалка увезет сына и бросит меня на произвол судьбы. Я хочу сказать, что я люблю свою маму и не собираюсь ее бросать. Просто очень печально, что нам пришлось довести это дело до суда. И очень надеюсь, что мы скоро все успокоимся и будем поддерживать отношения. Истец Ольга Зайцева предъявляет иск о признании брака мужа недействительным. Ответчик Ханда Зайцева иск не признает. Слушается дело по иску о признании брака недействительным. Истец Зайцева Ольга Алексеевна, отвечик Зайцева Ханда Баировна. Истец, пожалуйста, слушаю вас. Да, я прошу признать, брак моего мужа Павла с Хандой недействительным. Потому что он был заключен в период моего действующего брака с ним. И мой муж оказался многоженцем. Несколько лет назад, три года назад, он стал ездить в Урятию вахтовым методом. Строил платформу, мосты какие-то. И подолгу отсутствовал. Я сначала была против, потому что у нас нормальная семья, мы любили друг друга. Дети есть? Детей у нас, к сожалению, нет. А сколько лет в браке прожили? Двенадцать лет. И когда он стал ездить, я была против. Но когда он привез первые деньги, реальные деньги, разлука стала оправданной. И я отпускала его. Естественно, мы общались. Это не то, что он уехал и потом только через полгода приехал. Нет, мы общались. Он звонил по видеосвязи через соцсети. Ваша честь, он постоянно был рядом со мной. И чтобы он звонил или писал кому-то, у меня в практике такого не было. Значит, он без вас звонил и писал. Выступает истец. После того, как истец выступит, я спрошу вас. Иногда раз в неделю, иногда раз в два-три месяца он связывался со мной. Звонил. Но всегда он объявлялся. То есть не было того, что он пропал и никогда больше он не появлялся. И поэтому я не переживала, когда он в положенный срок он не приехал. У меня болела мама, мне было не до этого. И я даже не стала бить тревогу. Но потом я почувствовала что-то неладное. Я пошла на работу к нему. И выясняется, что он умер в самом начале вахты. Да, никто мне не сообщил об этом. Мало того, у него, оказывается, есть еще жена, законная жена. И они взяли в ипотеку квартиру. И вот этой женщине заплатили компенсацию, как члену семьи погибшего на производстве. И она погасила ипотеку. И получается, что я в каком-то неведении... А почему же вас-то не предупредили? Я тоже в этом... Я даже не понимаю, как это получается. Как в нашем обществе можно поставить, во-первых, штамп в паспорте другой женщине, не сказать законной жене об этом. Я тоже не понимаю, как это возможно. То есть вы просите у него неизнать брак между вашим умершим мужем и ответчицей недействительным. Конечно. На том основании, что на момент вступления брак с ответчицей, он состоял в другом браке. Да, конечно. Передайте, пожалуйста, документы. Спасибо. Ответчица, пожалуйста, ваше отношение к иску. Вы знали, что вы действительно вступили в брак с умершим? Да. У нас был законный брак. Сколько лет вы состояли в браке? Два года. Два года. Дети имеются? Нет, к сожалению. Детей нет. А вы знали о том, что в другом городе у вашего мужа была жена? Нет, я не знала. Он говорил, что он был женат? Нет. Ну, естественно, в паспорте у него не было печати. Если бы была, то тогда ваш брат бы не зарегистрировали. И как же так получилось? В момент вступления в наследство я являлась законной женой Павла. О наличии еще одной жены я понятия не имела. Так как ранее я сказала, что если бы я знала, я бы даже не влюблялась в него. Мы с Пашей прожили два года в законном браке. А вы 12 лет прожили в законном тоже браке. Можно мне сказать? Хорошо. О наличии вот еще одной жены я так сказала, я не знала. И с Пашей мы жили два года. То есть мы очень сильно любили друг друга. Деточка, какая любовь? Тебе 20 лет. У нас должен был родиться ребенок, но, к сожалению, у меня случился выкидыш, и мы потеряли ребенка. Конечно, Паша переживал на этот счет, но к тому времени он как раз ездил к своей матери на материк больной. Ну, какие дети? Он всегда был против детей. Какие дети с какой-то другой женщиной? А вот когда он со мной жил, он не был против. У нас был долгожданный ребенок, которого мы хотели. Деточка, ты еще очень молодая, и ты не знаешь серьезных отношений. Вот именно, что я молодая, и я имею... Какое ты имеешь отношение-то? Что еще добавить хотите? Документы передайте, пожалуйста. Я могу доказать, что этот брак был действительным. У него в паспорте стоит штамп о том, что мы законно были с ним расписаны. А стоит ли у него в паспорте штамп, что он разведен с первой женой? Нет, паспорт был пустой. Я об этом не знала. Вот именно. И сомсправка предоставлена из ЗАГСа, что брак не расторгнут. Ипотека была погашена? Вы получили компенсацию? Да, да, все верно. Но это был мой действующий брак, поэтому я не знаю, как это вообще возможно. В нашем цивилизованном отчестве у вас какие-то свои традиции. Давайте не будем оскорблять на вот хорошо. Вы же не вносили денежные средства в погашение ипотеки? Нет, но квартира оформлена на Пашу. Квартира оформлена на него, да? Все верно. А вы вступили в права наследования или еще нет? Когда он умер? Он умер пять месяцев назад, но мне об этом не сообщили. Я в следующем суде, я буду добиваться этого. Это были ваши... Чего вы будете добиваться? Об изменении времени, вступлении в наследство. Так вы еще не пропустили срок. Шесть месяцев не прошло. Значит, я буду... Вам надо идти в интериальную контору. Хорошо. И с предприятием я тоже буду судиться. И если мы по-хорошему не решим, чтобы останки перевезли сюда и похоронили моего мужа здесь. Зачем Пашу мертвого мучить? Пусть там и остается. Вот вы хотите по справедливости? Давайте вы потом поговорите, а сейчас все-таки мы продолжим судебное заседание. Что вы хотите, ответчик, сказать? По поводу квартиры, что вы хотели сказать? Мой отец подарил нам деньги на свадьбу. И мы за первоначальный счет внесли... За первоначальный взнос вы внесли из подаренных денег. Да. Потом мы этот кредит сами выплачивали. Получается, я после его смерти выплатила весь его наш долг. Вы выплатили за счет компенсации, которую получили в связи с тем, что он погиб на производстве. Правильно? Да, все верно. Так как я являюсь законной женой... Понимаете, ответчик, у нас спор-то не об этом. У нас спор не о квартире, не о наследстве. Я понимаю. Не о том, кто выплачивал ипотеку, и кто в каких правоотношениях состоял именно по отношению к имуществу. У нас спор о признании брака недействительным. Вы считаете, что ваш брак действительный? Да, все верно. И считаете так почему? Потому что, когда он приезжал, никто его не заставлял жениться на мне. Ни его друзья, ни мои родители. Он это сделал осознанно. Мы любили очень сильно друг друга. Мы не знали о существовании другой жены. Я понятия не имела. Хорошо. С вашей стороны заявлен свидетель? Свидетель. С вашей стороны заявлен? Да. Пожалуйста, пригласите свидетеля со стороны ответчика. Свидетель ответчика, войдите. Посмотрите. В нашем обществе как вообще возможно вот так... Здравствуйте, Ваша честь. Представьтесь, пожалуйста. Буддаева Аюна Доржиевна. Вы являетесь свидетелем по делу. Кем вы приходитесь ответчику? Это моя дочь. Я являюсь мамой. Так. И что вы можете пояснить суду? Что я хочу сказать, Ваша честь? Люди добрые. Вот откуда она взялась? Где она была два года, когда моя дочь в законном браке жила? Я ждала дома мужа. Где ты ждала? А вы увидели папе два года. Не разговаривайте с отцом. Давайте показания, пожалуйста, суду. Моя дочь. Замечательная девочка. Мы ее в любви и в ласке вырастили. Вышла замуж, встретила человека. Он приехал к нам на работу. Ну, мы не были против с отцом. Почему бы нет? Пусть выходит замуж. Конечно, конечно. Такую партию из столицы приехал. Суд делает вам замечание. Не мешайте, пожалуйста, свидетелю. Давайте показания суду. Все мы сделали. Мы провели им свадьбу, как положено. Все в национальном порядке. Как у нас принято. С во всеми обычаями. А не было, когда мы ходили писать заявление в паспорте. Ничего не было. Откуда мы знали? Где ты взялась? Два года ты не приезжала, не смотрела. А вдруг он у тебя голодный, холодный ходил? Моя дочь только за ним смотрела. Мы похоронили. Тебя вообще не было. Зачем ты сейчас приехал? Мне не сообщил никто. Ты приехала только за деньгами. Тебе деньги нужны. Что тебе больше надо от нас? Как истец, свидетель, вы с друг другом разговариваете. Мне бы хотелось все-таки, чтобы вы к суду обратились и сказали. Почему? Вы же пришли поддерживать вашу дочь. Ну, дайте мне пояснение. Что ускорить с истцом? Что она говорит тут? Она говорит, что брак к вашей дочери недействительный, потому что она является законной женой умершего. И брак с ней не расторгнут. А мы не знали. Вы не знали. Да, дочка-то моя не знала, и мы не знали с отцом. Так и я о вас не знала вообще ничего. Все, молчи, я тебя сделаю на тебя. То есть вы хотите сказать... Я выскорю. Давайте тебе не забывайте. Что вы меня здесь устраиваете? Что вы сейчас делали? Пусть она уезжает. Зачем? Вы ее прогоняете таким способом, да? Нет, сейчас выруя на решение. Нет, нечего мою дочь трогать. У меня единственный дочь. Нет, подождите. Подождите. Это все без меня. Вы вот что мне скажите. За два года, пока ваша дочь жила с умершим, истец не приезжала. Ни разу. А он уезжал? Ну, он уезжал. Говорил, что к маме. Уезжал, говорил, что к маме. Мы подарки отправляли. У нас принято за старыми смотреть. И на свадьбу он не приехал, потому что болело, он сказал. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить. Признать оспариваемый брак недействительным. Суд признает брак между ответчиком и умершим недействительным, так как он был заключен с нарушением закона. И умерший на момент заключения этого брака состоял в другом зарегистрированном браке. А в соответствии со статьей 14 Семейного кодекса Российской Федерации не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит в другом зарегистрированном браке. В этом случае браки признаются недействительным на основании статьи 27 Часть 1 Семейного кодекса Российской Федерации. При рассмотрении дела установлено, что ответчица не знала о том, что ее супруг на момент регистрации брака с ней состоял в другом нерасторгнутом браке. Поэтому она является добросовестным супругом. И поэтому по закону за ней в случае, если будут заявлены исковые требования и истец будет претендовать на имущество, скорее всего суд признает за ней как за супругом, чьи права нарушены заключением брака, право на раздел имущества, приобретенного совместно в период этого брака до момента признания его недействительно по нормам Семейного кодекса. То есть ответчик, иными словами, в случае, если будет предъявлен брак и истец будет претендовать на имущество, которое вы с мужем нажили в браке, вас защитит Семейный кодекс, так как вы не знали, что вы ходите замуж за человека, который состоит в нерасторгнутом браке. Понятно? Да. Поэтому в этом случае закон в любом случае будет на вашей стороне. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я не согласна с решением суда. Я обязательно буду подавать иск и буду добиваться, чтобы квартира перешла в мою собственность. Потому что я единственная законная наследница. Я буду решать эти проблемы, и я пойду до конца. Пашу любила, люблю и буду любить. И я не дам никому порочить его имя. И имущество будет тоже моим. Прошу всех встать. Незнание закона не освобождает от ответственности. Вы сейчас поняли, что я сказала? Естественно, мы это все будем делать. Вы включаете и защищаете свое право. Смотрите дела семейные, чтобы не совершить роковой ошибки. Истец, вы что, правда хотите на ней жениться? Правда. Слушай, мне кажется, что вы очень гармонично существуете. Может, вы не будете разводиться? Судья Елена Кутьина не вернет любовь. Я тебе не мать. Да все, истец, я поняла вас. Не продолжайте. Но восстановит справедливость. В первую брачную ночь она обманула. Вы тоже ее обманули. Она рассчитывала, что будет брачная ночь, а ее не было. Редактор субтитров А.Семкин